И почему мы вам говорим? Да потому что мы не можем вам показать. Дело-то в чем заключается? В программе автостоп как-то были нормальные люди, представляете, да? Которые что-то умели делать с вашими автомобилями. Но сегодня сейчас эти люди куда-то исчезли, кто-то испарился, кто-то взял себе боксы в аренду. И мы вам их не можем показать. И именно поэтому в программе автомобильной нет людей, которые с вашими машинами и работают, представляете, да? Но тем не менее, мы приехали на бульвар сиреневый. И отсюда это получается начало. То есть ближе ничего и нет. Бульвар сиреневый один. Именно здесь работают те, кто ремонтирует и ваши двигатели, и тот, кто занимается коробками автомат. Кстати, вот эта тема-то очевидная. Я показывал людей, которые занимаются и ремонтируют ваши двигатели. Но! Но вот сюда вам необходимо приехать. Потому что такое случается. И коробки автомат ломаются. А теперь понять надо, куда ехать. Так куда ехать? На бульвар сиреневый один. Именно здесь делают автоматы. И, пожалуйста, не стоит с удручением смотреть на бесконечно надежный, но рано или поздно осыпающийся автомат. Просто надо понять, что имея автоматическую коробку, надо держать тысячоночку долларов про запас. И этого вполне хватит на то, чтобы вы продолжали ездить. Да, конечно, заломать автомат трудно. Но один крендель за месяц ломанул коробку с 600-го Мерседеса. И отвалил за это 7 тысяч долларов. Но при грамотном обслуживании автоматическая коробка без проблем работает бесконечно. И поэтому проблемы. Движки типа сделать проще. Но имея запчасти, так же быстро делается и коробка. Хотя в некоторых случаях проще купить и БУ. Никогда никому я не говорил, что можно сделать коробки автомат. Сейчас я знаю, что вы делаете. В некоторых случаях можно, на некоторых машинах коробку автомат можно поменять. Потому что это недорогие штучки, допустим, на японские машины. Там 20-30 тысяч рублей. Дешевле получается. Она 10 тысяч стоит. Но вы, получается, умеете это делать. У вас есть запасные части в том числе? Да, у нас есть запчасти. Мы заказываем в интернете. То есть смотрим, стоит ли делать коробку или не стоит. Или заказывать контрактную. То есть смотрим по расходам. Человеку больше. Что выгоднее? Либо ее заказать контрактную, либо ее отремонтировать. Давайте сразу объясним, что в Америке это получается на автоматах ездит 70% жителей. В Японии 90%. То есть почему бы и нет. Машины же бьются в конце концов. Да, есть альтернативы такие, что можно взять просто контрактную коробку и заменить. Если стоимость ремонта превышает стоимости коробки, смысла нет покупать запчасти. Когда можно купить новую коробку? Да. И вы также новую коробку ставите? Также все ставим, устанавливаем, все работает, все ездит. Ага. А теперь про тех, которые можно сделать. Да и вот, допустим, у меня коробка на форда блызнулась немножко. И мы смогли это сделать здесь? Да, мы это смогли сделать здесь. Мы вытащили полностью, как ты видел, двигатель. Разобрали, поменяли сальнички, все освежили, все восстановили в норму. И машинка поехала, и все довольны. Ну и про цену вопроса, потому что сколько бы это стоило? Ну, цена вопроса зависит от объема работы. То есть, если большой объем работы, мы уже корректируем цены. Ну, в среднем, допустим, снять, поставить автомат, ну, 5-6 тысяч. Недорого? Да, вообще недорого, в принципе. Ну и естественен результат. И здесь делаются и двигатели. Ну, а как бы вы хотели? И вот движки ломаются чаще. Ну, а это проблема в вас. По сути, какое масло вы льете и где заправляетесь? И это хорошо, что это вы делаете правильно. То есть, меняете масло каждые 5 тысяч километров. Но чем вы заправляетесь? У нас, что ли? Да у нас каждая заправка косячит. И рано или поздно, но придется заехать к двигателисту. Кстати, про запчасти. Клапан согнул. Да не стоит покупать все, купить из загнутой. Масло сгорает, тоже к специалисту. По сути, одно маслосъемное кольцо завалилось. И не надо париться. Сначала грамотный разбор, затем заказ только той запчасти, которая рухнула. Это небольшие деньги. Ну, двигатель внутреннего заграния – это, во-первых, сердце автомобиля, которое должно работать правильно, как сделал завод, как сделал производитель. То есть, от него нужно что? От него нужна правильная работа и техническое обслуживание. То есть, мы делаем моторы так, как делает производитель. То есть, доводим его до идеала. Понятно. Но вот у людей возникает вопрос. Я знаю, что, допустим, наши, и в том числе и наши машинки ездят, если они работают в такси, они очень-очень долго ездят. И потом пробегают по 500-600 тысяч. Это нормальное явление. Просто возникает вопрос. Человек запустил зимой, масло проворонил. И вот эти вот вещи. И получается, что двигатель сломался, да, Витя? Конечно, двигатель сломался, но его всегда можно восстановить. Есть ремонтные запчасти. То есть, можно сделать все. Не обязательно покупать новый двигатель, но можно восстановить его, просто сделать как новый. Есть первый ремонт, второй ремонт, третий ремонт. И не обязательно ехать и брать новый двигатель. Можно его восстановить. К слову о том, что не надо волосы на себе рвать и, извините, нехорошо делать. Потому что, ну, было, ну, сломалось. Ну, сделать же можно. Да, конечно, ничего страшного в этом нет. У всех ломается это железо, оно и изнашивается. Каждая железка, она может сломаться. Много чего сказал, и понятно не каждому. Понятно будет всем, если вы можете войти в интернет. Есть дивная такая страница, YouTube. Мою фамилию вобьете, и там, не спеша, всем все станет ясно. Я там работаю для вас. Ну, а тот, кто ремонтирует коробки и двигателя, располагается здесь, на бульваре Сиреневым 1. И вот такое получается, да, я приехал сюда, ну, не знаю, год 2014, да, коробки навернулись. Приехал сюда, на бульвар Сиреневый 1. Потому что мне сказали, что здесь делают коробки. Хе, а какие проблемы-то? Ну, приехал, ну, сделали. На деньги не попал. Вот. И вы бы не попадете на деньги, если вы сюда приедете. Потому как понятен результат. Здесь коробки делаются, здесь делаются двигатели, отсюда машины выезжают. И вы просто приедете и сделаете то, на чем другие сказали нет.